Я забыла объяснить, что мы все уже в сценических костюмах, чтобы не задерживать антракт. Вы поняли, наверное, да? В образе. В нашем объединении поэты не только поющие, но и поэты, читающие свои стихи. Я, правда, не буду сегодня отвлекать ваше внимание. Не так давно читала в Малой Росславце в библиотеке. Был творческий вечер, и приеду с удовольствием, когда позовете. А на сцену выходит участница нашего объединения, тоже актриса, но по совместительству замечательный поэт, Галина Лукашина. Я прочитаю два стихотворения. Первое называется, ну, как обычно, поэзия по первой строчке. Вы сами догадаетесь. Душа моя, не плачь в ответ на окрик грубый. Я только начала уроки получать терпенья и добра. И крепко стиснув зубы, не отвечать на зло. На зло не отвечать. Тоска моя, сотри из лица печать обиды. Я только начала учиться, я только начала искусство понимать. Всегда скрывать печаль душой своей открытой, чужую слышать боль и горечь узнавать. Любовь моя, пойми, ты не всегда взаимна. Я только начала учиться мастерству, давить тепло другим. Среди житейских ливней, у жаркого костра не греться одному. Мой разум трезвым будь, когда гнетет досада. Я только начала законы изучать людского бытия. Но твердо знаю, надо не отвечать на зло. На зло не отвечать. Ну и такое стихотворение называется «Хочу и имею». Хочу в Париж. И в Лондон. И в Брюссель. На Палеары и на Тенериф. Хочу сейчас же выехать от сель. Но вряд ли оплатить смогу тариф. Хочу меха и лайку и парчу. Колье из бриллиантов и браслет. Пробиться по куческовому врачу. Протерлись туфли и картошки. Нет. Хочу огромный черный кадиллак. И виллу в Андриатике хочу. Сосед по пьянке чуть не сжег барак. Штакетник полусгнивший калачу. Хочу в шампанском ванной принимать. Коньяк, мяуков и кардебалет. Когда ж начнут зарплату выдавать? На завтрак чай. Газеты на обед. Спасибо. Браво! Браво!